Всем привет! На нашей планете миллионы видов различных насекомых, многие из которых вполне безопасные для человека. Но есть такие, которые готовы вас укусить, когда вы слишком близко к ним приблизитесь. Постельный клоп. Это особый вид клопов, которые буквально пьют нашу кровь, пока мы спим. Собственно, из названия становится ясно, что среда обитания таких клопов – человеческая постель. Постельный клоп имеет плоское широкое тельце. Будучи голодным, он вообще становится почти круглым при взгляде сверху. Взрослые клопы имеют равномерную коричневую окраску. Если насекомое голодно, оно может быть светлым, почти рыжим. После насечения кровью клоп темнеет, иногда почти до чёрного цвета. Размеры этого насекомого варьируют в пределах от 4 до 8 мм. Наиболее активны клопы с 3 до 6 часов ночи. Именно на это время приходится наибольшее число их нападений на человека и, как следствие, укусов. Благодаря своей подвижности и достаточно высокой скорости перемещения, клопы могут за считанные минуты добраться из любого уголка квартиры до кровати, потратить 20-25 минут на кормёжку и также быстро вернуться в укрытие. Комары. Трудно найти человека. Комары. Который бы не знал, что такое комары и чем они занимаются, особенно после того, как зайдёт солнце. Они не дают человеку покоя, норовя его укусить, чтобы напиться крови. Комары встречаются практически везде, при этом отличаются особой назойливостью. Они неразборчивы и кусают всех подряд, как людей, так и животных. Укусы комара достаточно неприятные, поскольку в местах укусов ощущается сильный зуд и сжение. Мало того, места укусов воспаляются, что приводит к негативным последствиям. Особенно от этого страдают дети, которые расчесывают эти проблемные места. Комар имеет тонкое тело от 4 до 14 мм длины. Садясь на кожу своей жертвы, комары прогрызают острыми челюстями отверстия и погружают туда свой хоботок, через который сосут кровь. Одновременно с укусом в ранку вводится специальная слюна, которая не даёт крови свёртываться. Именно она вызывает аллергическую реакцию в виде зуда, покраснения кожи и отёков. Кровососущая мошка. Мошек более полутора тысяч видов. Распространены они повсеместно, кроме Антарктики и пустынных безводных областей. В России и СНГ особенно много мошек обитает в зонах тайги и тундры. Также они населяют степь и лесостепь. Многие виды мошки – кровососы, нападающие на птиц и млекопитающих. Длина тела взрослых насекомых – от полутора до шести миллиметров. Самые мелкие виды обитают в тропиках, самые крупные – в северных умеренных широтах. Укусы мошек очень болезненны, вызывают жжение, зуд, припухлости, воспалительную реакцию, иногда повышение температуры. При массовых нападениях развивается тяжёлая аллергическая реакция, которая может привести к гибели. Кроме того, они переносят различные заболевания. Хоботок мошек, в отличие от комаров, короткий и только прокалывает поверхность кожи, погружаясь на глубину до полумиллиметра. Затем выделяется слюна, способствующая кровотечению, и мошка всасывает кровь из-за образовавшейся ранги. Блохи. Чаще от блох страдают различные домашние животные, но иногда эти кровопийцы заводятся в квартире и начинают кусать людей. После укуса блохи, чаще всего на ногах, появляются очень маленькие красные точечки, которые зудят, что приносит человеку беспокойство. Поймать блоху довольно сложно, поскольку она подолгу на одном месте не задерживается. Тело блохи покрыто шипами и щетинками, что помогает ей очень быстро перемещаться по телу жертвы. Благодаря такому строению паразита невозможно вычесать или удалить, возможно только раздавить ногтём. Укусы блох опасны, так как они являются переносчиками различных заболеваний. Муравьи. Одни из самых высокоорганизованных насекомых на планете. По подсчётам одного учёного на Земле сегодня проживают от 1 до 10 квадриллионов особей муравьёв. На каждого живучего человека приходится около миллиона этих созданий, а общая их масса примерно равняется общей массе всех людей. Колонии муравьёв представляют собой сложные социальные образования с разделением труда и системами коммуникации. Питаются муравьи преимущественно соком растений, а также другими насекомыми. Все муравьи могут укусить. Если они посчитают вас угрозой для своей колонии, то незамедлительно перейдут в атаку. Муравьи, которые обитают в средних широтах, кусаются не сильно больно. Но есть такие виды, обитающие в тропиках, укус которых может быть очень и очень болезненным и иногда может привести к смерти. Осы. Вряд ли найдётся человек, который не видел бы это насекомые. Все знают, что этих полосатых летающих созданий лучше не трогать. Они не укусят вас, если не предпринимать никаких действий, но если вы будете её отгонять и пытаться убить, то она непременно вас ужалит. А если приблизиться к осиному гнезду, то эти насекомые будут защищать своё жилище и одним укусом вы уже не отделаетесь. К тому же осы, в отличие от пчёл, могут жалить по несколько раз подряд. А это очень больно. Исследователи говорят, что наиболее опасной оса становится в те дни, когда вокруг много пищи, в первую очередь сладких фруктов. Кроме того, осы намного агрессивнее в жару. В июльские и августовские дни возрастает не только злобность осы, но и их численность. В эти дни следует проявлять осторожность, чтобы не быть ужаленным. На этом всё. Друзья, а вас когда-нибудь кусали эти насекомые? Расскажите об этом в комментариях.